всем привет мои дорогие подписчики youtube любительницы коротких стрижек сегодня я пришла в салон сад beauty bar впервые я буду впервые делать не только стрижку здесь но и окрашивание средствами redkin и в этом мне поможет елена которая вот как раз сейчас сюда зайдет в кадр всем привет вот и елена будет нам рассказывать что такое редкин и как говорится каким образом его нужно наносить и как она будет держаться на сиденье челлендж да вот она палитра редкин это гелевые лайки но я думаю что об этом почему я говорю гелевые лайки это гелевые краски для меня это нечто новое потому что я никогда такое не пробовала обычно у меня краски тиджи и вот здесь вот посмотрите какая идет палитра здесь и натуральный зеленый пепельный синий натуральный пепельный уже золотистыми оттенками и вторая страничка здесь уже с красноватыми с фиолетовыми оттенками идут мы решили выбрать для меня четвертый уровень это четвертая полоска снизу если вы будете считать и больше натуральный золотисто натурально теплый вот например а вот этот цвет apple apple это кленовый лист и вот чикори вот как-то между этим и этим я думаю все штуки вот мы посоветовали с еленой с мастером и она предлагает сделать apple это будет такой натуральный теплый оттенок он в принципе очень близок к моему естественному цвету волос так что следите за этим экспериментом я тут не удержалась чтобы посмотреть остальные палитры вот посмотрите какие цвета красивые я когда смотрю на вот эти пробники светлых волос я мечтаю о том чтобы у меня были в один светлый волос посмотрите даже голубые есть красивые и но я понимаю что допустим для моей как вы видите у меня очень такая контрастная внешность светлые оттенки будут размывать овал моего и так скажем так не круто черченого лица поэтому поэтому буду довольствоваться темными оттенками тем более они мне идут вот мне еще очень нравится вот такие вот рыжие оттенки но я тоже пробовала одно вот немножко не сидят на мне ну может быть оттенок у меня был не тот в тот момент когда я красила но что есть то есть чтобы вы понимали какой у меня стал цвет он такой сраженной уже стал потому что очень очень сильно смылся за этот месяц то что я ходила и бегала и еще как ненормальная почему-то использовала осветляющий шампунь для блондинок тиджи который я просто случайно купила но что-то у меня не было другого выбора сейчас у меня нужно нормально для брюнеток для окрашенных волос но вот чтобы вы видели дам допустим какой у меня цвет сейчас и посмотрим какой у меня цвет будет после окрашивания у елены здесь тайник и склад редкин и всяческих сред что вы сейчас делаете сейчас мы будем разводить натуральную базу мы добавляем очень экономичный краситель а вот прям буквально понемножку нужно прям в граммах все это дело отмерять чтобы не дай бог где-то что-то не перелимитить но вот как вы сказали что для вас это тоже новое средство и вы это вообще в казахстане новое средство я знаю аня мне рассказывала что ей стоило ну я не знаю там нескольких месяцев переговоров чтобы привести это средство в казахстан они не хотели заходить на этот рынок были только в москве ну вот скажите после того как вы уже поработали на этом средстве как как она вам почему именно лак вот этот гель-лак как она очень мягкая очень экономичная я прям по граммам по граммам смешиваю вот очень ухаживающе то есть здесь акцент в этом красителе идет на то что сам краситель окрашивание будем говорить это побочный эффект на самом деле его изначально придумали как большой уход за волосом вот и уже впоследствии это стали красители сначала это были тонирующие красители теперь это уже полноценные красители которые мы используем и очень большая а вот это что вы сейчас это проявитель а это проявитель то есть это все как фотографии да для меня это химические все эти процессы знаете какая-то тайна великая а это прям венчиком нужно сбивать ой как прикольно то есть я могу рассчитывать на то что мои волосы получат чуть ли не голливудский уход это и есть голливудский уход это и есть уход за волосом то есть его основная задача это уход за волосом и второе это еще и окрашивание то есть эффект будет потрясающий у вас будет супер блестеть волосы да очень такая действительно гелевая елен я буду ваш тихий скромный голос транслировать еще раз чтобы уловился звук что елена говорит да по громче если возможно ну я буду сюда тоже комментировать что я уже не красилась месяц поэтому нужно хорошенько прокрасить мои волосы и корни полностью да а сколько времени нужно будет сидеть вообще сиди вообще с этим красителем всего 20-30 минут вау так быстро можно прокрашивать отлично хорошо я согласна я одну руку все-таки оставлю снаружи потому что я закрою здесь все мою юбочку желтую говорит что мне идут теплые оттенки я с ней спорю и говорю нет я красила уже теплые оттенки у меня расплывается овал лица и мне не нравится ну вот елена утверждает что все-таки есть оттенки теплого которые могут как раз таки наоборот создавать такой более собирающий эффект и ну что вы скажете елен какие именно оттенки теплого подходят золотистые золотистые натуральные оттенки мягкие шоколад шоколад содержит шоколад состоит из красного цвета ага он изначально теплый но можно сделать и холодный шоколад создав некий ансамбль спросителя можно создать но вообще и в природе шоколад шоколад вот поэтому чем оно более толще более оттенок потом волос содержит свой собственный педмин теплый и если мы добавляем цвет в цвет в цвет в темные цвета мы добавляем теплые оттенки натуральные то есть все очень-очень натуральный естественно и потом натуральный оттенок так как он содержится в волосе он сам по себе натуральный тегмент он не смывается ага ну то есть вы мне все-таки делаете ближе именно вот к золотистому натуральному да золотистый натуральный мягкий шоколад мне просто само это интересно посмотреть как будет держаться этот оттенок вот на самом деле почему еще секрет в том почему у меня волосы долго сейчас держат краску я думала что это только из-за того что краска тиджи но на самом деле я думаю это еще и бессульфатный шампунь который позволяет сохранять цвет волос уход это обязательно уход это обязательно и здесь в данном случае тоже делается акцент в реткине именно вообще как я уже сказала что этот краситель он изначально создан американской актрисой она была блондинкой и у них был очень медий пил вокруг волос мы же выжигаем волосы испорченные испорченные ломки и так далее и она очень долгое время искала некую формулу ухода за волосами уход именно восстановления и чтобы краситель который он использовал был непосредственно щадящим и он ухаживает за волосом в процессе украшивания и вот вывели именно эту формулу долго шли к ней и поэтому вся косметика и красители направлены на на уход именно уход восстановления чтобы волосы придавали блеск и из практики из моей которой не больше практики работа с этим продуктом я вам хочу сказать что действительно после окрашивания волосы супер блестит если мы говорим о блондинках очень мягко осветляет вот у меня уже было несколько блондинок и я осветляла пудрой есть они тоже есть щадящая пудра которая может контактировать с кожей головы не причиняя ей какого-либо вреда есть блондинки которые меня поймут когда мы осветляем пудру сверху наносим краситель тонирующий да очень часто женщины испытывают девушки испытывают жжение потому что только осветлили на оксиданте и тут же еще и краску нанесли тоже на оксиданте и это ужасно неприятно но вы знаете что говорить о блондинках и брюнетках то же самое честно говоря бывают такие красочки которые очень даже здесь практически даже нету запаха да вот кстати я заметила думаю а чего мне не хватает запаха точно нет вообще никакого химического запаха который вот обычно ожидаешь ну от краски это удивительно и очень здорово приятно просто Алла когда моя подруга которая стилист она тоже у вас здесь красится она первая покрасила себе волосы редкина и я потрогала ее волосы удивилась потому что до этого я укладывала ей волосы и они были жесткие как солома а тут мягкие говорю Алла что случилось она говорит это редкин я такая я тоже хочу хотя у меня волосы сами по себе очень мягкие из-за того что они тонкие ну вот мне кажется конечно они все равно страдают от того что я не даю им достаточного такого ухода я конечно делаю там всякие скрабы для волоса у меня хороший бессульфатный шампунь тиджи и кондиционер тиджи да там я не знаю что еще масло тиджи да для сохранения цвета и для ухода но мне кажется все-таки этого мало вот здесь не здесь очень хороший уход и надо будет подобрать вам уход за волосом если вам понравится сейчас самое украшивание будет удобно еще подобрать уход непосредственно почему потому что сам уход он же еще и сохраняет сочность краски да 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 это очень важно каким продуктом вы краситесь как правило продукт ухода за волосом тоже используется эта же фирма почему потому что поддерживание красителя блеска и так далее ой если сделают музыку погромче тогда у меня здесь совсем микрофон ничего не будет слышно простите я записываю мешает но еще хуже будет тут мы да пытаемся каким-то образом бороться с теми людьми которые наверху делают ремонт здание здание новое и поэтому все еще строится ну я хочу сказать что у вас прям великолепный салон здесь такая атмосфера шикарная и все эти зеленые листья действительно создают такое ощущение как будто я где-то в оазисе и я могу отдохнуть да от вот этой потом честно говоря устаешь от этого хай-тека от стекла там большого количества от этого минимализма я как девочка все ж таки люблю всякие цветочки рюшечки бантики ну на самом деле изначально так задумывалась чтобы женщины приходят к нам мужчины и женщины чтобы они получали здесь удовлетворение релакс вот и на самом деле мы запускаем это и некоторые приходят и уже в процессе обслуживания отключают даже телефоны как это сделаю сейчас я вот и отдыхают отдыхают душой любит кофе шампанское вино потому что хочется общаются разговаривают очень хорошее место предположения с подругами у нас здесь бар это можно не только красить волосы сделать макияж укладочку и маникюр и педикюр одновременно еще поболтать у нас есть очень главная летняя площадка я думаю что мы тоже выйдем туда а вот Елен я вот смотрю что вы тоже блондинка вы тоже редкином окрашиваетесь или чем-то все-таки другим я вот буду сейчас вот отрастут корни я хочу попробовать редким потому что изначально здесь девушка которая придумала она же была блондинка значит здесь идеально должен быть блонд поэтому конечно же то чем я окрашивалась до этого а чем вы окрашиваетесь из не секрет я окрашиваюсь велоколистон велоколистон но это профессионально да конечно конечно ну вот поэтому я пробовала все но пока остановилась но теперь хочу попробовать редким потому что эффект тех блондинок которые красила мне очень понравился глаз настолько мягкий настолько блестящий и непонятно было что мы их только что усветлели ну я прям с нетерпением жду когда же я смогу потрогать свои окрашенные волосы и удивиться приятно удивиться я конечно пришла к вам знаете у меня на волосах тонна было всяких стайлингов я не стала мыть это знаете тот эффект думаю так мыть или не мыть волосы когда знаете к себе зовешь уборщицу и типа тебе неудобно что дома грязно ты такая сама прибираешься примерно тот эффект но я думаю почему-то во мне еще живо вот это правило знаете как раньше рекомендовали когда ты идешь на окрашивание волосы лучше не мыть потому что это меньше повреждает и кожу головы и саму структуру волос это это серьезно так или это все штуки миф да нет нет это конечно миф миф или это наверное работало на те какие-нибудь там я не знаю краски восьмидесятых девяностых годов на чистую тогда я значит не права была черт а вдруг не сработает сработает не переживайте елена вы знаете у меня блог на ютюбе именно о коротких стрижках и так здорово что вы тоже с короткой стрижкой вы меня понимаете да а вот скажите вы давно пришли к короткой стрижке или это какое-то такое такое вот короткая стрижка на самом деле я всегда говорю что короткая стрижка это состояние души состояние души я согласна это парад человека так же как и блондинка состояние души либо вы ходите с короткой стрижкой либо вы носите длинный волос это неоднозначно но на самом деле я любитель покреативить с короткими стрижками можно посмотреть на меня и сразу поймете что у меня стрижка вообще зонами идет да я вот вижу что у вас вот здесь вот с боков вокруг ушей выстрижено сильно а посерединке как будто как ирокес ну такой широкий ирокес очень интересно вот и выстрижена очень короткая челка тоже люблю короткие челки и так далее вот то есть на самом деле мои стрижки как я их вижу я подбираю по типу во-первых лица да лица роста волос это однозначно вот и когда мы будем стричься то есть как правило это вот когда вы кушать готовите приходит вдохновение в момент приготовления еды да спланировали одно да ну у меня так обычно бывает а мы с вами схожи в этом в итоге вы приготовили совсем другое блюдо вот и на самом деле здесь то же самое я когда начинаю стричь я во-первых вижу что может получиться и когда я начинаю стричь у меня уже потом то есть я делаю какие-то срезы на мокрое и стрижка заканчивается на сухом волосе на русском волосе так чтобы вы могли высушить и просто пойти да 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 это идеально то есть это проблема всех девушек ну вот девочки которые меня смотрят с короткими волосами говорят ну ужасно стригут что укладка не лежит да и что делают ровный срез там все кончик к кончику без вот этой техники свободной руки вот этот point cut так называемый потому что у меня point cut и они мне все пишут в комментариях Жене но он же у вас просто высушенный тоже идеально лежит то есть зачем вы даже делаете все эти стайлинги у вас и так все круто но это знаете тот случай когда сначала да у меня был такой шок вау неужели можно не укладываться а потом когда ты привыкаешь к этому тебе хочется больше и тогда ты начинаешь изучать всякие стайлинги и круто круто по-всякому укладывать да это тоже классно тем более сейчас такие стайлинги стайлинги шикарные да ну мне прям очень интересно я сейчас девочкам тут видео хочу сказать что если вы хотите посмотреть видео как Елена будет мне стричь короткую стрижку то вам нужно будет перейти на следующее видео вот решила разделить два видосика как Елена меня красит и как Елена стрижет видите какой бренд уже теперь появился Елена красит Елена стрижет хэштег хэштег вам нужно такое ввести себе в инстаграме у вас кстати есть инстаграм? да есть а как называется? вульф елена вульф подчеркивание елена а все в меньше вот вот так что если кому интересно будет зайти на инстаграм аккаунт Елена посмотреть что там происходит очень здорово попасть именно к человеку который сам с короткой стрижкой то есть вы целиком понимаете мои нужды потому что вы сами укладываетесь каждый день это удивительно Елена я вот просто вам расскажу как я вообще стала вести блог я вообще не планировала никаких ютуб блогов ну у меня и так столько проектов столько аккаунтов в соцсетях ну куда мне еще больше но меня все просили записать видео как я укладываю свою короткую стрижку потому что всем очень нравится ну я думаю ладно уже ну чем я всем буду объяснять лучше я покажу записала это видео там ну я не знаю буквально 20-30 минут что ли разделила его на части по 10 минут и выложила вообще-то в инстаграм и гтв потому что у меня инстаграм более развит чем блог в блоге ютуб у меня там я не знаю два с половиной подписчика было и все я его не рассматривала как какую-то площадку потом неожиданно буквально там через пару-тройку недель мне начали приходить уведомления о просмотрах и куча-куча комментариев у этого теперь видео порядка 600 тысяч просмотров то есть это больше полумиллиона просмотров можете себе представить у меня шок это просто я как будто за одну ночь проснулась знаменитостью на меня подписалось там 9 тысяч человек и все это были девушки с короткими стрижками которые сказали что как им повезло что они нашли мое видео потому что это единственное видео которое рассказывает как уложить действительно короткие волосы а то там ну напишут на видео короткие волосы а смотришь у них там боб да или там боб каре но это не короткие волосы согласитесь такие вот как у нас с вами и если есть короткие ну там какие-то прям совсем такие прям я не знаю прям очень-очень пожилые какие-то дамы которые очень классические укладываются без стайлингов там без каких-то креативных а оказалось многие девушки вот примерно вашего возраста на меня подписаны они говорят нам хочется выглядеть клёво нам не важно сколько нам лет там и что там подумает окружающий хочется быть свежей молодой уметь пользоваться новыми какими-то стайлингами и делать свою стрижку крутой я такая что серьезно это людям интересно ну окей я буду записывать для вас видео и вот я записываю видео и это прям все работает люди смотрят и благодарят я такая думаю ну надо же никогда бы в жизни я не подумала что я буду вести блог только коротких стрижках потому что я-то свадебная фея по идее пока я тут разговариваю и развлекаю людей своими байками Елена в общем-то закончила всю работу да что мы будем сейчас делать Елена сейчас нам нужно посидеть 25 минут и потом будем доносить краску уже непосредственно на весь этап отлично девчонки вернемся к вам через 25 минут так вот пока 25 минут мои волосы будут окрашиваться я хочу для вас сделать обзор по уходовым средствам значит редкин мне само это интересно потому что я не сталкивалась здесь вот есть шампунь для поврежденных волос но он я не знаю подходит ли для окрашенных или нет это кстати для тех у кого все время секутся концы и те кто хочет отрастить длину волос вот эта штучка отлично подойдет но я так вам просто по ходу перевожу что здесь написано на английском кондиционер кондиционер для волос тоже опять таки для поврежденных я так понимаю что вот эта голубая линия вся она именно для поврежденных волос так а здесь вот у нас как раз таки для окрашенных это то что мне нужно продлевает продлевает цвет окрашенных волос ухаживает за ними да нежно то есть не смог не вымывает краску это очень важно но здесь я так понимаю что это тоже бессульфатная да краска то есть бессульфатная краска это как бессульфатные шампунь это как раз таки тот который очень нежно относится к окрашенным волосам не вымывает а это шампунь для жирных волос тоже бережно относится к коже головы жирных волос до очищает нежно дерматологический проверен а это что так all soft мягкие волосы а это уже для сухих волос как раз таки придает мягкость видимо увлажняет волосы хорошо я не читаю заднюю часть потому что почему потому что если я начинаю подносить камеру очень близко у меня теряется фокус да и я уже не могу то есть я вам пока что такие буду зачитывать то что вижу здесь сверху ну это опять-таки крем для того чтобы ухаживающий крем для сухих волос то есть эта линия бежевого цвета а вот масло специально вот вообще масла вы знаете вот на основе органового масла это это спасение но реально работает очень круто так а а это у нас такая же как сверху да а нет а это для блондинок это для блондинок специально это специально он голубой да внутри я знаю блин подстава у меня здесь до фиолетовый внутри ну тиджи тоже такая же вещь так что еще у нас а это уже станем стайлинге это я люблю так этого на что а спрей для поднятия корней волос это отличная вещь которая должна работать на коротких волосах это прям супер-супер это пенка для создания объема здесь у нас что это лак для волос я думаю это сильной фиксации а этот который легко вычесывается а этот что control addict это для тех кто любит прям чтобы стойко фиксация было а это воск воск финишинг спрей вакс а воск виде спрея интересно посмотреть как он он наверное сияние все же таки я думаю придает да а это это пудра до так это у нас пудра а матирующая матирующая пудра ну вот это вот я честно говоря не знаю зачем это нужно надо будет попробовать что это такое то же самое working material я думаю что это паста для моделирования волос она придает текстуру да вот паста для моделирования и текстурирования волос пасты вообще это классная вещь это как замена альтернатива жвачки just right cream тоже вот для стайлинга волос для высушивания хорошего для быстрого высушивания чтобы выглядело естественно и чтобы не было ощущения что у вас слишком много продукта на волосах это как раз для тех девушек которые не любят много стайлингов наносить и то есть им это как мейкап но у мейкап отличный вариант но я люблю когда у меня много стайлингов это тоже воздушный крем тоже для сушки волос вот видите и больше крем а этого тоже для высушивания для стайлингов волос но более такой крепкой фиксации я так думаю надо попробовать редкий мне кажется он прям очень очень классный он дороже идет чем тиджи более такой уровень повыше вот текстурирующая матовая паста я не люблю матовая я люблю чтоб у меня волосы блестели но надо попробовать а вот эта глина текстурирующая тоже матовая надо тоже попробовать это 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 а вот термосушка для когда для сушки феном защищать волосы разглаживать их тоже для тех у кого длинные например волосы это прям нужно иметь короткие волосы что быстро посушил и все а длинные волосы конечно требует особой такой защиты особого ухода и я так думаю что видите здесь идет 04 22 вот видите здесь уже для щипцов и для блоки то есть еще более высокая защита для волос а здесь 11 ну такая да допустим просто ухаживающая технология тоже для щипцов в классно да что прям у них есть маркировки и ты сразу понимаешь без чтения описания для чего это нужно да вот для плойки тоже и и это естественно то же самое что у нас здесь еще есть редкин это не для мужчин случайно а да точно вот смотрите здесь всякие штуки для мужчин тоже есть грумин ну-ка я хочу еще попробовать всякие мужские штуки у них стайлинги тоже классные имеют конечно другой эффект вот смотрите у них есть и спрей для волос но у лак для волос и есть шампунь очищающий скрафт вискрафт от молд это с этим на пи на пивных этих на пшеница с чего-то чего-то короче ежедневный шампунь это что а гель для волос мужской шевинг крем это для бритья крем а вот work hard molding paste вот это вот паста для 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 стайлинга волос вот мужская должна быть прям очень крутая я хочу ее попробовать сама на себе ну и вот и мужские всякие шампуни а но это нет в принципе это все те же самые шампуни для окрашенных волос а вот это вот что у нас голубенько beach envy воли им а это классно для тех кто такие пляжные волны на волосах типа девушка серфера особенно круто для тех у кого от природы вьющиеся волосы просто набрызгать немножко ручками по зажимать волос и будет натуральные кудри у нас же не всегда бывают кудри четко выражены а вот они как бы усиливают эти кудри это классно это объем для волос так а это что тоже текстурирующий кондиционер ну в общем это все для волнистых волос классно а это а это уже какая-то это уже другая а это все для ногтей ну окей это я еще не понимаю а скажите можно у вас черные карандаши для глаз купить у меня как раз закончился это он по цвету сейчас мастер вам подберет карандашики для глаз и для бровей а ну вот как раз таки кико кстати они же очень хорошие простите я вам там немножко этот вот сейчас и посмотрим потом да 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 это фидуа да то что рассказывали мне очень крут крутой уход сделаю для вас еще раз экскурсию по сад бьюти бару здесь такой оазис посреди города зелень концепт этого заведения заключается в том что вы приходите не в салон а вы приходите как бы в такой бар да мне какие некую такую гостиную как раньше знаете было куда приходили всякий поэты и вот здесь вот видите пар вы отдыхаете здесь есть цветы и особенно если например торопитесь и пришли на укладку и вам нужно сразу же бежать там на день рождения на свадьбу и юбилей они сделали коллаборацию цветочной компании которая может заранее привести букет для вас сюда и вы сразу с букетиком побежите сейчас пока что это вот сезонные пиончики то есть это вот был такой вход видите на улице это дворик дворик какого-то премиального жилого комплекса здесь вся мебель она видите на ножках и поэтому случае допустим если нужно организовать вечеринку для девчонок да такой девичник вся мебель и раздвигается и вся середина заведение очищается и можно вот видите все опять-таки на колесиках то есть это огромное помещение которое быстренько может преобразоваться в какое-то совершенно другое помещение здесь такая подвижная подвижное зонирование большие панорамные окна видите там приходят и мамочки с колясками дам пока здесь можно будет наводить марафет вот елена там что-то для меня химичит здесь есть бьюти зона где делают макияж визажисты профессиональные очень классная зона посмотрите какая зона педикюра здесь я значит телевизор и и вот такие комфортные классные как-то называется кресло вот господи боже мой везде цветы разные разные и вот такой внутри дворик здесь прибираются немножко дворик скованной мебелью здесь есть диванчик тоже можно те кто курит может покурить а а можно и с чашечкой эспрессо на улице посидеть посидеть отдохнуть и еще я вам хочу показать какой здесь шикарный туалет туалет это знаете такая маркировка заведения вот заходишь здесь есть панорамное окно прекрасные краны здесь такой поворачивающийся зеркало под тем углом который нужно то есть я могу и сзади посмотреть что что у меня там поправится себе юбку или фигуна что именно и вот такое огромное зеркало между прочим она очень классно стройни то делают фигуру здесь все эти сами дела понимаете здесь тоже зеркало освежители салфеточки все что нужно для того чтобы чувствовать себя красивые ухоженные и и и потрясающий здесь свет и днем и ночью то есть чувствуешь себя красивой в этом салоне здесь мое местечко за которым меня красят вот у меня здесь кофе цветочки везде сумочка моя украшение мне очень понравилась вот эта подставка под личные вещи я нигде такого в других салонах не видела ну давайте подождем как что у нас там с волосами творится ну что или теперь можно прокрашивать и дальше мы это мы просто получается нанесенную краску распределяем от по волосам не по остаточным или все-таки заново еще будем красить а дополнительно а потому что все же таки все таки почему так то есть мы из-за того что перешли с стиджи на рэдкин и выбрали тон трубы в принципе нет нет больше из-за тона больше из-за тона больше из-за тона окей потому что нам нужно будет здесь закрасить на два тона то есть у вас получается здесь была на шестерочке а мы выходим на четверку то есть у нас